Меня уже представили, меня зовут Настасья Русанова, я председатель Совета молодых ученых и специалистов Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии Наук и моя презентация посвящена молодежной политике в Ибра-Иране как элементу к альтернативности. Итак, Ибра-Иран был основан после аварии в Чернобыле в САЭС в 1988 году в целях обеспечения и расширения фундаментальных исследований в области обеспечения и повышения безопасности атомных станций. Естественно, институт вначале, оставаясь в рядах Академии Наук, основное внимание уделял культурмитальным исследованиям. Однако, по истечению какого-то времени он стал постребован в бедхарктической сфере. В частности, именно в стенах института разработана и поддерживается сейчас федеральная целевая программа обеспечения ядерной радиационной безопасности. Институтом тесной кооперации с другими организациями был разработан и поддерживается интегральный тяжелый аварийный борт Сократ и многое другое. Естественно, в современных требованиях бизнес-среды становится понятна важная роль человеческого капитала. И парадигма подготовки кадров, которая оправдала себя в 90-е годы, сейчас уже становится недействительной. А именно, кроме наряду подготовки ученых, исследователей и экспертов в области фундаментальной науки, что у нас было всегда, мы пришли к тому, что необходимо готовить новое звено, а именно звено менеджеров, которые способны эффективно сопровождать и поддерживать неокров, а самое главное, сделать так, чтобы неокровы проводились не ради самих неокров, а ради того, чтобы потом эти идеи можно было сравнить и легко поперциализировать. В нашем институте разработана стратегическая программа HR-менеджмента, которая предполагает, это включено в название программы, направленность организации на людей. Эта программа состоит из пяти направлений, которые показаны на слайде. Например, кадровое обеспечение, это определение перечной компетенции, которые необходимы организации, подготовка кадрового резерва и многое другое. По каждому из этих направлений, всем, кому интересно, можно найти информацию на сайте нашего института. Я не буду сейчас останавливаться на этом. На следующем слайде показан возрастной состав сотрудников научных подразделений института, нашего института. Как вы видите, численность института у нас, кстати, достаточно небольшая, по сравнению с предприятиями особенно. Всего 400 человек, но процент молодежи около 35, что для Академии наук процент высокий. Естественно, все это возможно во-первых, благодаря тому, что у нас эффективно, видимо, уже реализуется молодежная политика, и мы надеемся сохранить такое же положение благодаря будущим успехам в этой области. Если посмотреть на схему подготовки кадров, то, естественно, эффективная подготовка возможна только с одной стороны, если грамотно выстроены организационные структуры, а с другой стороны, при продуманной программе и мероприятиях. Тогда, если мы успешно готовим экспертов, сотрудников научных подразделений, а также менеджеров, которые становятся сотрудниками административных научных подразделений, это позволяет нам успешно реализовывать крупномасштабные научные и преподные проекты, а вся программа подготовки кадров финансируется, с одной стороны, из бюджета Академии наук, который под это выделяется, а с другой стороны, из фонда развития нашего института. И, естественно, чем больше успешных научных проектов удалось реализовать, тем более будет фонд развития, что снова, тем больше денег будет вливаться в подготовку кадров. Если говорить об организационных структурах, то организационные структуры имеют иерархическую структуру, и на вершине, скажем так, координатором деятельности является учебно-научный центр. Он был создан в распоряжении Президиума РАН 1 марта 2005 года. Не буду зачитывать в слайд основные направления деятельности, я думаю, кому интересно, могут их прочитать. Перейду непосредственно к тем структурам, которые находятся на следующем уровне иерархии. Наш институт является базовым для кафедры МФТИ. И эта кафедра готовит специалистов по специальности прикладная математика и физика. Начиная с третьего курса ребята проходят обучение у нас на кафедре, и в стенах нашего института несколько дней обучаются, им читаются лекции, проводятся семинарские занятия, и в итоге мы имеем специалистов в этих областях, как аварийное реагирование, безопасность объектов ТЭП и многих других. Однако, поскольку, как я уже говорила, тематика деятельности, особенно в последние годы, стала еще больше расширяться. В частности, Ибрэйран, опять же, в кооперации с другими организациями работают программы технологической платформы «Комплексная безопасность промышленности и энергетики». Ибрэйран подписаны соглашения со Сколково, и предложена идея проекта, одобренная Советом Сколково. Сейчас мы находимся на стадии подготовки письменной заявки. Мы пришли к пониманию того, что нам необходима и новая специальность магистрская, которая сейчас разработана, и, скорее всего, со следующего года уже мы будем готовить специалистов по этому направлению, а именно управлению развитием современных энергетических технологий. По этой программе будут готовиться магистры, подготавливаться магистры, которые способны эффективно разрабатывать, внедрять и развивать современные энергетические технологии, а также обеспечивать полностью их необходимую модернизацию в соответствии с требованиями бизнес-звезды и общественных целей. Кроме того, в нашей организации есть также Совет молодых ученых и специалистов. Его задачи перечислены, уже много об этом сегодня говорилось, я не буду рассчитывать со слайдов, потому что, ну, естественно, они у нас у всех похожи. Теперь я перейду непосредственно к мероприятиям. Мы их делим на три блока. Первый блок — это подготовка, как я уже сказала, ученых и экспертов. Это, условно говоря, сохранение знаний. Для этих целей у нас организуется конференция, которая проходит в течение двух дней в апреле, и она состоит из двух частей. Первая часть — это лекции ведущих ученых из отрасли нашей, а иногда мы приглашаем из других областей, чтобы расширять кругозор молодых специалистов. А вторая половина дня — это доклады самих молодых ученых и специалистов. На этих докладах присутствуют эксперты, которые оценивают доклады, помогают своими замечаниями, вопросами понять, в какую же сторону молодым ученым развиваться. Также проводится конкурс на лучшую научную работу. Он на конференции отличается тем, что сюда принимаются публикации, опубликованные молодыми учеными в ведущих журналах. И, соответственно, победители как школы молодых ученых, так и конкурсы на лучшую научную работу, они получают призовые премии. Кроме того, лекции ведущих отечественных специалистов, научные семинары, конечно же, у нас все это есть. И специально на слайде отметили важную роль библиотеки. У нас есть и своя библиотека, и доступ в библиотеке издательства «Инзивир», поскольку мы все-таки организация Академии наук, у нас научное направление одной из наиболее сильных и привилегающих сейчас. С другой стороны, мы сейчас начали подготовку менеджерского. Смена, конечно же, мы участвуем в программе кадрового резерва Росатома. У нас регулярно также проходят курсы повышения квалификации, было организовано обучение проектному менеджменту. Регулярно проходят обучения клист, мы забываем многое другое. И, кроме того, по инициативе директора нашего института Леонида Александровича Большого была организована внутренняя программа обучения и развития перспективных молодых сотрудников Украины. Молодые специалисты собираются в течение двух выходных один раз в месяц и обучают тому, как вести переговорный процесс, как выходить из конфликтной ситуации и многому другому. И наряду с тем, основной своей целью этой программы подготовки специалистов-управленцев, она также решает другую немаловажную задачу, а именно наиболее активная молодежь встречается, постепенно налаживает неформальные отношения, что, естественно, помогает им потом кооперироваться при выполнении работы. Естественно, мы тоже участвуем в различных мероприятиях по созданию благоприятного социально-психологического климата. Я не буду на этом останавливаться. Это, конечно же, и экскурсии, и вечера, и игры, и дринг, и все, о чем уже здесь неоднократно упоминала. И в заключение хочу сказать, что в нашем институте принят такой комплексный подход. У нас есть понимание, что роль человеческого капитала для организации стратегически важна, и поэтому мы считаем, что комплексный подход, то есть у нас есть система мер по планированию, препаратнозированию, подготовки, кадров, стимулированию, и обеспечивает нам успех радиокса. И в заключение, уже не относясь к молодежной политике института, поскольку сегодня, к моему удивлению, был затронут вопрос о роли женщин на атомной энергетике, не могу не сказать, что директор нашего института – мужчина, директор финансов – женщина. Я считаю, что это также залог успеха нашего. Спасибо за внимание.